что живет всем привет с вами снова я артём и мы с вами продолжаем проходить нашего вора на максимальной сложности то есть это особые 1300 очков и в общем-то у нас глава номер два начинается тем временем глава не сказать что сложная в принципе сложно и здесь до главы если что-то не пойдут же где-то под конец естественно то есть как бы каким говорил то мне лично самый сложный здесь считает все-таки 6 но вторая она уже такая довольно много раз и проходил поэтому особо без проблем получилось пройти и и сирс мы в бен холлин корпусы сен с дон мы жес вон бис дейдет беду хер здесь лейси кута сайт консерия саввлаки и поле на карта на вене на лоо Вот здесь у нас, в общем-то, всего лука 71 штука, соответственно, обычного. Еще пять уникальных вещей, так сказать. По карманным кражам здесь можно сделать их 15, и по замкам можно, соответственно, здесь поломать, по-моему, 8, если я все правильно. Напомню, по-моему, да, помню, 8. Так, душащая стрела. Естественно, да, я вам покажу, как вы понимаете, весь лут, который здесь можно найти, то есть включая эти маковые цветы, включая еду, включая все стрелы, даже те, которыми мы пользоваться не можем. Они у нас, в общем-то, на продажу пойдут. Так что, в общем-то, такие дела. Также, да, я вам напоминаю то, что у нас на канале сейчас проходит голосовалка по поводу того, как мы будем это прохождение завершать. То есть, соответственно, да, каким модификатором. Это либо, то есть, получение урона, либо оглушение кого-либо, либо поднятие тревоги. Вот, связано это с тем, что все-таки это перманентное прохождение. И, как бы, единственный, так сказать, единственная, так сказать, гарантия, которую я могу дать, что я все три их включил, вот, при данной, грубо говоря, да, съемке этого прохождения. Нет, соответственно, дать выбор этого модификатора, который мы будем, соответственно, да, завершать, и его непосредственно дать вам. Так что, в общем-то, такие дела. Если что, то во вкладке сообщества заходите, голосуйте, кому это интересно. Вот, в последней, соответственно, на части, то есть, это уже у нас, да, соответственно, будет после банка. Вот, я вам, соответственно, этот модификатор продемонстрирую, потому что именно он непосредственно у меня был включен. Так, тут мы сейчас забираемся, и тут мы сейчас вот эту дверку тоже поломаем. Аккуратненько, она у нас, правда, на третий уровень замка, ну, в смысле, этот на первый, по факту. Здесь вообще всего, получается, сколько, три уровня замка, то есть, это трехступенчатые, четырехступенчатые, пятеступенчатые. Вот, соответственно, трехступенчатые, они такие самые, самые простые, типа того. Вот, к нам уже тут лезет Эрин. Эрин! Мой сик? Норкорест Маннор. Ну да, ну да. Так, бумаг лежит. Тут у нас медальончик. И здесь у нас такой вот, так сказать, сарай, типа того. В нем у нас тоже не сельтецкий, поэтому мы туда, соответственно, пойдем. Да, в общем-то, по поводу рекомендуемой экипировки. Я на эту главу вам рекомендую купить себе гаечный ключ и одну канатную стрелу, потому что, по сути, это самое, здесь некоторый лут, если у вас этой канатной стрелы не будет, соответственно, не будет гаечного ключа, то вы некоторый лут просто тупо банально взять не сможете, потому что здесь некоторые, по-моему, по сути, только одна на всю главу вещь лежит в этой вентиляции. Вот, а чтобы, соответственно, взять весь лут, нам нужен этот гаечный ключ. Вот, а по поводу канатной стрелы, здесь есть два, на самом деле, места, куда, места, в смысле, куда ее можно пульнуть. Вот, но одна стрела, она у нас уже есть на главе, поэтому что-то мы ее найдем с вами, и здесь же мы ее, соответственно, заюзаем. Так что, в общем, такой вот план. Мы сейчас чуть-чуть так с вами попарпурим. Генерал, он хочет, чтобы этот лут, как будто бы, перед последней стрелы. Посмотрите на это. Хайборн, и с низкой жизнью. Я не знаю, что он у него. Не вон здесь, слюк для мозга. Мы его поднимали, как мы могли. Ну и пролезаем уже на этот, на завод. Сталилитийный он, по-моему, да, вроде. Ну, сейчас его, так сказать, для кое-что другого используют. Вообще, по поводу доглав, мне вот здесь, как бы то странно не звучало, но мне очень здесь нравятся, так сказать, главы нечетные. То есть, посвятят до первая, третья, пятая и, соответственно, седьмая. Вот это вот мои, наверное, самые любимые главы. Так, в общем-то, именно совпало. Так, тут вот у нас дядя. Надо сейчас подождать, пока вот он у нас вперед шагнет левой ногой. То есть, вот так вот мы этот момент спрыгиваем. Соответственно, его обрадуем. Вот, если вот вы этого не подождете, тогда он, Гаррет, просто на него свалится. И, соответственно, все. Ну, в моем случае это все, как бы, да, естественно, всю игру заново проходить. Так. Микены. Микены. Я смотрела тут уже. Что случилось к этим? Все эта святая и шрам не помогает. Все манекинсы так делают ярко полжен. Я чувствую, как я осмотрю. пепельница и здесь у нас такое тайное местечко сказать уже там свечник здесь нас по-моему этот кошелек и еще до некоторые конечно удивляются то как я все вообще помню где чё лежит именно кого-то по этим по ящикам да как это ребят я уже сколько раз вообще игру всю эту прошел как бы так это дает о себе знать плюс к всему у меня довольно память хорошая сама по себе хотя вот признаюсь то что некоторые миссия тут это как бы когда первый раз собственный рода пробовал пройти не всегда получалось вот здесь в общем туда тоже такой момент и ждите когда вот охранник посмотрит налево если это он будет смотреть на право после этого можете уже в общем-то нырять дверной проем так у нас стеренка а я это здорово как что и это а Большое место, чтобы следить Корнелия, чтобы поставить мою жизнь на линии. Еще пепельница. И, собственно, кошелек. Так, вот там вот у нас на стене, как видите, висит документ. Сейчас с вами, естественно, почитаем. И надо будет нам вот этот вот стражник тоже обокрасть. Украдывать мы его после уже документа, соответственно, добудем. Да, кому интересно, то читать на паузе, естественно. Открываем вентиляцию. Кстати, да, вот в этой вентиляции у нас как раз-таки эта вещь-то и лежит. То есть, ради которой нам нужен личный ключ. Вот он у нас тут так встает. Дома спиной нам. И мы тут у него берем кошельки. Пролезаем. Здесь у нас тоже пепельница находится в этой вентиляции. Ну, да, тут он лежит. Забираемся наверх. И тут мы сейчас вылезаем. Это у нас, собственно говоря, такая первая... Ну, грубо говоря, первая часть, это уже прямо у нас дворик. Такой был, где у нас там было, да, два охранника. Это тут у нас же вторая часть, это уже конец ее примерно. Так, еда. Ломаем тут замочек. Вот так же, да, по поводу того, как я ориентируюсь, то, что я правильно нащупал это положение отмычки. Я, по-моему, это уже рассказывал, но, тем не менее, я ориентируюсь именно по пальцам Гаррета. То есть, если вот вы обратите внимание, то, если вот вы правильно нащупали, то он так это пальцами слегка шевелит. Вот именно на правой руке. Когда он, соответственно, да, держит отмычку. Вот поэтому... Поэтому я, собственно говоря, и ориентируюсь. Вот это, конечно... Ну, хотя, по сути, как сказать, то есть на геймпаде это удобнее в том смысле то, что там есть вибрация, как бы когда правильно нащупали. Но на клава-мыши это удобнее, потому что вы можете просто мышку отпустить и все, соответственно, нажать на E. То есть, мне кажется, все-таки на клава-мыши именно на такой сложности играть именно, что если вот именно, да, оценивать взлом этих самых замков, то мне кажется, что все-таки на клава-мыши это, так сказать, чуть-чуть, конечно, почетузнее в какой-то степени. Вот поэтому тут попроще. Здесь, в общем-то, да, как видите, у нас арбалетчик. В общем, мы его обкрадываем. Тоже подождите, пока он у нас пойдет направо. И забираем там этот бокальчик. На этом у нас должна быть, в общем, вот такая вот статистика. 25 из 71. И один ценный найденный трофей наш. Вот, вы уж простите, да, я, естественно, не помню, сколько карманных краж должно быть к какому моменту. Так, тут мы сейчас... Спрыгиваем. И здесь у нас надо... Нам надо быть аккуратным, потому что здесь у нас стеклышко разбитое. То есть, если мы по нему сделаем этот рывок, то, соответственно, будет нам палево. Ну, ну, как сказать, палево, это будет это подозрение, в первую очередь. Вот, но потом вот этот арбалетчик у нас, соответственно, пойдет искать. Вот, а мы, я вам напоминаю, опять же, играем без подозрений вообще. Вот тоже, да, документик. Почитайте, кому интересно. И здесь на своем еще ножницы лежат, да? Так, добрать надо еще. Так, ломаем замок. И сейчас мы обкрадем здесь арбалетчика этого самого. Ну, там тоже, по-моему, там один или два кошелька есть. Да, один. Сбираем. И, собственно говоря, все. На этой комнате мы закончили. Здесь, в общем-то, да, тоже в этой комнате обязательно ходите именно вот так вот в присидку, потому что может он вас запалить. То есть, кто-то не палит, если вы ходите именно что-то в полный рост. Здесь вообще, по идее, вот так как у нас сложность это изначальная мастер, то здесь, по идее, да, у нас, у них у всех, по-моему, по-моему, со слуховыми аппаратами они не ходят. И, конечно, такой сложность как бы общей это очень сильно так ощущается, потому что здесь все-таки желательно шуметь поменьше. И главное, по идее, никуда не спешить. По идее, да, здесь еще вот, в общем-то, есть ачивка одна такая. Это надо пройти игру за 15 часов или дольше. То есть, вот такое, так сказать, да, там, условие. Но, учитывая то, что это прохождение я сделал за 12 часов, то есть, как бы, общий, да, этот таймер у меня в игре, это 12 часов, если что, то какая-то такая себе, я бы сказал, ачивка. Учитывая, да, опять же, что это максимальная сложность, самая. То есть, по идее, это прохождение должно быть таким самым медленным, самым неспешным. Так, вот здесь вот, да, вот мы стреляем канатной стрелой нашей первой. Мы еще там подобрали, как видели, да, одну в этой шкатулке. И сейчас мы запрыгиваем в этот, так сказать, вот этот этаж, где вот у нас арбалитчик сидит, стоит. Подождем там, пока у нас это пойдет, куда там дальше. И сейчас мы вот покроем. 7 и, соответственно, 5, 12, окей. Так, здесь у нас вот на столике лежат ноженки. И надо будет их сейчас взять. Идем, пока у нас пойдет. Обязательно, да, вот так вот прижмитесь к этим перилам, которые у вас сзади, потому что там внизу стоит охранник, вас может запалить. Так, тут у нас еще лежит лупа. И здесь вот, в общем-то, у нас такой вот очень интересный момент. Здесь у нас вот внизу есть столик, на нем у нас лежит швистеренка. Я вам советую прижаться вообще максимально именно вот к столу, который у вас сзади, за спиной. И здесь уже тогда вот только нажимать на пробел. То есть не прижимайтесь к этим перилам. Я вам это сразу говорю, потому что Гаррет, он там это застревает. То есть он через них перелезть не сможет у вас, если вы именно к перилам прижмете. Если вы прижмете к столу, тогда он сможет перелезть. Вот, соответственно, да, шестеренка мы забираем, быстренько прыгаем обратно. И сейчас полетим по канату уже наверх. И еще, в смысле, да, наверх. Потому что наверху у нас тоже есть, по-моему, там какая-то там, да, брошка. Что-то типа того. Тут вот. И соответственно, спрыгиваем. Где мы уже там должны сжать. Так, тут у нас столик. В столике, в смысле, как в одном ящике там у нас один предмет лежит. Вот в этом. И еще один у нас это вот такой подсвечник. Запрыгиваем вот сюда. Здесь мы сейчас открываем сундучок. Он у нас, кстати, без замка. Что странно. Так, а тут еще стрела и шестеренка. Закрываем. Так, подождем сейчас, пока у нас рыбалечик пойдет обратно. Сейчас мы там наверху, в общем, покрадем этого, так сказать, МПСа. Вот этот ключ есть от машинного отделения. Так, шкатулка с монетками. И еще документируем. Почитайте, опять же, да, кому интересно, на паузе. Если что. Так, по статистике, в общем, такая вот она у нас должна быть. В этом моменту. И сейчас мы идем дальше. Шелечек. Собственно говоря, вот эта вот дверь, от которой мы взяли ключ. Забираем тут из ящика вилку. Здесь у нас документ. Запретная зона. Сейчас мы эту дверку откроем. Соответственно, этим ключом, который мы там взяли. И сломаем вот этот вот сундук. Здесь у нас тоже, как раз, кстати, да, тот же самый ключ. И еще лежит здесь у нас еда. Сам у нас замок, да, четырехступенчатый. Поэтому тоже будьте поаккуратнее, что тут спит у нас охранник, как вы видите. Ну, в смысле, это не охранник, а ста. Их, скорее всего, больше будет правильнее стражниками называть, мне кажется. Охранник это такое более современное слово. Все мы тут забираем. Так, и вот здесь вот у нас лежит фляжка. И здесь у нас еще есть этот сейф с кодом. Вот у нас, кстати, первая, ну, если как сказать, она по сути и по счету первая. Но по факту она последняя цифра. Это цифра, соответственно, четыре. Вот у нас была эта голова этого механического человека. На ней была четверка, если что, изображена. И, соответственно, первые две цифры, они просто банально закрашены. Вот я до какого-то момента, на самом деле, думал, что вот этот код, в смысле, от этого сейфа, да, его именно что подбором надо будет там, да, там это подбирать, да, последнюю цифру. Но оказалось, что нет. В общем-то, именно вот последняя цифра, это она указана непосредственно там, где у нас лежит фляжка. И это у нас, соответственно, четыре. Так, тут у нас еще две цифры. Соответственно, вот она у нас серединная, это один. Все мы тут забираем. Документик. Загадочное письмо. Механика. Мне вот интересно, если честно, кто этот механик, учитывая то, что мы... Ну, по сути, да, он тут упоминается в документах. Вот у нас, да, еще первая самая цифра, это три. То есть, в итоге, получается, у нас три четырнадцать. Ну, или там триста четырнадцать. Три и четырнадцать. Все. Мне вот интересно очень, да, кто этот механик, учитывая то, что он здесь как-то в документах упоминается, а в игре как-то особо и особо про него ничего и не говорят. Очень интересная такая личность. Так, забираем, да, вот тут сейф уникальный трофей. И уж механического человека. Шестеренка. В общем, у нас еще вот стоит стражник, как видите. У него есть кошелечек. Собираем. И аккуратненько так вот идем сюда. У нас туда уходят, в общем, у нас стуклые стрелы. И здесь у нас вот место будет еще для одной канатной стрелы. Следующий. листинг. Прогр Continayo. Как вода зд. Вы чуть-чуть запах на ветер, в двигатель? Про幅 siihen,? Поехали! Как low водой, вы видите? Запамел сладую листья, ребята, вести бштейлаع, вы блин Rabbi-лянд съемки? Кажд did��. Я хочу показать вам что-то. так вот у нас игра вдвоем идут там смотреть как раз кидату комнату с этим с уникальным нашим трофеем так и вот здесь вот можно использовать стрелу здесь уникальный трофей лежит собственно да без стрелы сюда никак не попасть поэтому как я сказал именно для выхождения на есть вот здесь на 2 в общем то нам нужно так или иначе брошь маргаритка и тут у нас еще лежит нож манекен воткнут так ребят сейчас пойдут мосту комнату смотреть забираемся забираем шестеренку наверху и на этом у нас в общем должно быть статистики что-то типа вот такого 54 3 из 5 14 6 так сейчас у нас этот дети уходит сейчас тоже тут очень не торопитесь сразу спрыгивать то что сейчас еще вернется посмотрит вот а вот сейчас вот принципе уже можно и закрываем дверь у этого на поясе ничего нет как видите и в общем идем в эту дверь у нас там не запалят если что то есть он не заметил что дверь открыта заходим мы соответственно сразу и закрываем то что вообще он ее палят что она закрыта не забывайте ее соответственно закрывать падает так еще один сундучок на простой замок закрытый так здесь у нас аж 5 предметов ну да и 4 5 так прикольно лежат в рядок так сюда я смогу запрыгивать ладно тогда следующий крюк запрыгиваем и и а и и и и и и и Колечко и, в общем, заставка. Я не волнуйся, что твоя мать у нее нет, она не хочет жить с нами. Да! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok And for my men To do what they're fucking told Put his body in the furnace And check it for coin No point in wasting a bolt Ну и собственно говоря, да, вот наш этот главный Так сказать, трофей на эту миссию Которую нам надо, в общем, тут взять Стырить у генерала Так, еще один документ Кстати, уже последний В общем, почитайте Кому интересно, опять же И, собственно говоря Это у нас, да, последняя уже завершающая часть главы То есть, ну, здесь у нас, по сути, последний лут Этот самый ценный То есть у нас, конечно, есть там еще Как бы четвертая аж часть этой Ну, как бы еще одна часть этой главы Там особо ничего ценного нет Там, помню, еда и Стрела, помню, да, еще одна какая-то Так, сейчас заэм У нас колокольчик Берем И лезем обратно Здесь у нас еще есть кольцо Сэрэнди Вот это шестеренка Уловый Тут у нас шестеренка И, соответственно, колечко То самое, как раз Кольцо Сэрэнди И тут еще есть у нас рыбалечик Как раз, да, мимо которого мы вот на крюке проезжали У него есть какие-то кошелечки Это у нас же последний кошелек на миссию Так что такие вот дела Так, закрываем дверь Сейчас полезем уже за кольцом За нашим, так сказать, главным лутом На эту главу Так, тут мы сейчас мимо За этими столиками Когда у нас печка закрывается Пролетаем У нас вот еще два лута Тут еще у нас ножницы Горгические Да, если честно, тоже, Гарат, не надеюсь Что он его почистил Пролетаем в вентиляцию Кстати, вот эта вот тема, которую поет генерал Это, по-моему, еще какая-то там отсылка На еще одну, соответственно, игру от Скор Энекс Там какой-то там этот фрок был персонаж Где-то в какой-то игре Вот такая вот у него была тема Что-то типа того Ну, сейф тут просто элементарно На самом деле открывается Нужно, в общем, чтобы вот посередине у вас было Нужно, в общем, чтобы у вас здесь посередине был круг Так сказать, вот в общем Собираете круг И у вас, соответственно, сейф, он открывается Так, вот можете почитать про это кольцо И, собственно говоря, по поводу лута Основного у нас Соответственно, да, вот все собрано Как видите, карманы кражи 15 Замков 17 Потому что вот это вот у нас, по-моему, теперь последняя То есть, как бы, все это у нас 8 замков Мы сейчас взломаем Она у нас, правда, 4-4 ступенчатая Дверь эта Угу Так, тут у нас стражники Влезаем Ну и, в принципе, тут уже дальше ничего сложного нет Особо То есть, это уже концовка Осталось нам только, по сути, два И то, по сути, необязательно хлута В этой голове взять Это еда По идее, да, для еды, если что У нас уже места нет То есть, я вам покажу Естественно, да, что она там лежит И... Нет, погодите Не два предмета здесь, а три Еще здесь И мак И мак Играет Вангаритов, сказать Который Который Запрыгивает Запрыгивает Все Я думаю, я на этом буду с вами прощаться Протихоньку С вами был я, Артем Спасибо, что смотрели Подписывайтесь Ставьте в ваших партсах Вступайте в группу ВКонтакте Расскажите о своем друзьям Комментируйте Все-таки Такое похождение Этого, как мне кажется, достойно И всем, как всегда Большое-большое спасибо Всем, ребят На этом Еще раз пока Всем До новых встреч Субтитры Субтитры Субтитры